Он родился в Балтиморе. Через несколько лет его семья переехала на Флориду, где и прошло детство Билла. В возрасте 17 лет он уверовал и принял Иисуса Христа своим личным спасителем. Билл женат и живет со своей женой Аннет в Оранж-Каунте. В ночь на 22 ноября 1998 года Билл имел необычайное переживание. Покинув тело, его дух был во мгновение перемещен в ад, где по допущению Бога он пережил неописуемый ужас пыток. Как вы можете доказать, что это именно было духовное переживание, а не какой-то сон или что-то другое? Да, действительно, для меня это был не сон, когда я возвращался назад в тело. Господь показал мне мое тело, лежащее на полу, и я вошел в это тело. Из этого я знаю, что мой дух покидал мое тело. Об этом же говорил и апостол Павел. В теле или вне тела, не знаю. То есть это реальное переживание, выход из тела. И еще одно. Когда я вернулся в тело, я обнаружил себя в шоковом состоянии. Я кричал от страха и ужаса, и в таком состоянии меня нашла моя жена. Ваша жена тоже это может подтвердить? То есть Аннет тоже видела это? Не только вы сами видели свое тело? Да. Моя жена обнаружила меня в шоковом состоянии, но я ничего не понимал в тот момент, как человек в момент эксцидента. Аннет была страшно напугана и молилась обо мне в течение часа, чтобы я хоть немного успокоился, и чтобы Господь избавил меня от страха. Как вообще это произошло? Что этому предшествовало? Я знаю, что есть ряд американских церквей, которые вообще отрицают наличие ада или, скажем более мягко, вообще не говорят об этом. Это было ваше любопытство. Что именно заставило Бога или подвело Бога к тому, чтобы вам пережить это невероятное переживание? Зачем Бог это допустил? Я являюсь христианином уже 33 года, но никогда основательно не вникал в эту тему. При этом важно заметить, что ни я, ни моя жена мы никогда не смотрели фильмы ужасов. Следовательно, ничто не могло повлиять или привести к тому, чтобы думать о таком ужасном месте, как ад. Однажды после молитвенного служения мы пришли домой и, как обычно, легли спать. Внезапно я очутился в тюремной клетке ада. Я не знаю, почему Бог избрал меня для этого. Существует ли какая-то параллель между тем, что вы переживали, и между Священным Писанием? То есть подтверждает ли Священное Писание ваш опыт? Каждая деталь моего свидетельства подтверждается Библией. Приблизительно от 10 до 50 мест на каждый эпизод. И Библия достаточно детально и точно передает состояние человека, попавшего в ад. В отношении расстояния, то я знал, что я нахожусь на глубине около 3700 миль от поверхности Земли. Радиус Земли составляет приблизительно 4000 миль, так что я находился близко к центру Земли. Некоторые места Писания также свидетельствуют о том, что ад расположен в центре Земли. Как вы знаете, что это именно 37? Знаете, это одно из явлений, которые тяжело описать. Я просто понимал или знал об этом. Например, я знал, что нахожусь в этом месте навсегда. Также я знал и расстояние, как глубоко и далеко нахожусь там. Чувства каким-то образом приспособлены воспринимать различные вещи на несколько по-другому, чем на Земле. Я не знаю почему, но так есть. Хотя это не столь важно, важно то, что в настоящее время ад действительно находится в центре Земли. И после Великого Суда, книга Откровения, ад и смерть будут брошены в озеро Огненное. Где находится озеро Огненное, я действительно не имею никакого представления. Значит, вы, как бы сказать, не вы, описания разделяют понятие ада и озеро Огненное, что ад будет брошен в озеро Огненное. Как бы вы это могли объяснить? Ад, куда снизошел Иисус после своего воскресения, описывается как преисподнее или глубокое место Земли и звучит на еврейском языке шиил. Там находился ад в то время и находится сейчас. Рай также описан этим же словом шиил, но ад и рай разделены Великой пропастью. Там же находились души праведников Старого Завета, которые были освобождены по воскресении Иисуса Христа из мертвых. Ад остается на том же месте до Дня Суда, и затем, вместе со смертью, будет извлечен из земли и брошен в озеро Огненное. Я не знаю, почему так, но так распорядился Бог. Хорошо, Билл. Значит, я хочу приступить к самим детальным, так сказать, сценам, которые вы видели в этом месте. Вы оказались сразу в клетке. В клетке. Вы как будто провалились в эту клетку прямо из своей комнаты. Я оказался в тюремной клетке. В аду много разных мест, таких как огненные ямы и огромные ущелья, пылающие огнем. А также просто камеры или клетки, на дверях которых находятся обыкновенные решетки. Вот в одной из таких камер оказался и я. В этой клетке я обнаружил нескольких демонов, которые были посланы истязать меня и мучить. Я не понимал и не знал, кем являлись эти гигантские существа, подобные ящерам. Их тела были покрыты чешуей, как у змеи, и их рост составлял приблизительно 12-13 футов. Также и Библия описывает демонов подобным образом. Они причиняли мне несказанные мучения. При этом я думаю, что Бог приглушил во мне чувство боли, так что я ощущал не всю боль, которой подвергались другие люди. Как вы могли переживать чувства, когда вообще человек присутствует не в теле, вне тела присутствует? То есть ваше тело осталось в комнате. Каким образом вы могли иметь определенные переживания на уровне чувств? В книге Матфея 10.28 написано «Бойтесь того, кто может и душу, и тело ввергнуть в гиену огненную». То есть человек имеет тело, находясь в аду, которое аналогично тому телу, которое мы имеем сейчас. Но оно состоит из другого материала, потому что способно выдержать невыносимую температуру ада. Я не знаю, из чего оно сделано, но выглядит так же, как и наше обычное физическое тело. Трудно объяснить, каким образом мое тело ощущало боль от издевательств демонов. Я удивлялся, как я мог выжить после того, что они со мной делали. «Каждая пытка в земном измерении боли должна была бы кончиться смертью, но я не мог умереть. В аду ты мертв, мертв духовно, и находишься в состоянии постоянной боли, причиняемой демонами и другими явлениями. От этих существ исходило неимоверное зловоние и запах гнили. Весь ад наполнен вонью настолько токсичной, что один вдох мог бы стать смертельным для земного человека». «Вы сказали о том отвратительном запахе, от которого можно отравиться, если бы жить на земле или находиться в теле на земле. Что это был за запах, с чем его можно сравнить?» «Этот запах настолько отвратительный, что трудно вообразить. Это подобно воне открытой канализации, тухлым яйцам, испорченному мясу или гниющему телу. И это все надо умножить в тысячу раз. И, само собой, это представить невозможно. Представьте себе это невыносимое, отвратительное, неописуемое зловоние, поднесенное к вашему лицу. Да, зловоние было ужасным. Настолько тяжелым, что не хотелось дышать. Кроме того, воздух был сильно разрежен. Я думаю, что огонь поглощает весь кислород. Также там нет воды, вообще нет никакой жидкости. Нет ни капли влажности в воздухе. Каждый вдох дается с трудом, и я дышал приблизительно так. Почти невозможно дышать. И так люди будут проводить вечность. Всякое даяние доброе и дар совершенный приходят от Отца Света. Мы дышим, питаемся, наслаждаемся запахом цветов, но в Аде человек лишен всего этого. Там нет ничего живого. Нет никакой растительности. Нет никаких признаков жизни. То есть человек лишен всего, чем может наслаждаться на Земле. Дыхание – одно из удовольствий. И поэтому малое количество кислорода – это одна из пыток в этом ужасном месте. Вы сказали, что там нет никакой разновидности жизни. Как это понять? Что включает в себя понятие общей жизни? На Земле мы мало замечаем жизни, вероятно. Только в сравнении можно это понять. В одну человек не имеет силы. Абсолютно никакой. Даже при всем своем старании я не мог превозмочь демонов. То есть тело лишено всякой силы. Однако мне как-то удалось выползти из камеры и увидеть немного горизонт. С одной стороны, пламя озаряло местность, и я мог видеть обожженные камни, пустынную землю, полное отсутствие жизни, никакой растительности или травы. Трудно было рассмотреть что-либо, и я видел темно-коричневую землю, мертвую и сухую. При этом я слышал вопли миллионов людей, мучимых демонами. Слышать крик одного человека сильно тревожит и раздражает. Вызывает неприятное чувство, но слышать вопли миллионов было оглушающе и невыносимо. Я не мог никуда убежать или скрыться от этих звуков. Не мог их заглушить или выключить. Я знал, что эти люди находятся в разных местах, огненных ямах и камерах. Разве это не противоречит тому, что суд еще не состоялся? Каким образом Бог может помещать людей в озеро огненное или подвергать их каким-либо пыткам прежде суда? Так же, как богач, мучившийся в пламени огня, увидев Авраама, попросил Лазаря, чтобы тот обмакнул свой палец в воде и остудил его язык. Замечайте, у него был язык. Он испытывал боль. Он помнил имена своих родных, то есть имел память. Все это происходило до дня суда. И он уже испытывал боль и мучение. Есть ряд мест в Писании, свидетельствующих о том, что человек будет мучен до суда. Так же, как и преступник находится в камере до суда. И только после вынесения приговора такой человек направляется в государственную тюрьму. Сколько было таких переживаний, острых, которые вы можете отнести к понятию пыток? Можете их перечислить? Один из демонов схватил меня своими когтями и начал рвать мое тело. Я испытывал ужасную боль. Я был чрезмерно удивлен, что мои раны не кровоточили, то есть совершенно не было крови или какой-либо другой жидкости в моем теле. Жизнь человека находится в крови, но в аду нет жизни, поэтому нет и крови. Вода также символизирует жизнь, и в преисподней нет воды. Затем демон больших размеров так сжал мой череп, что он лопнул, и при этом он бросал меня о стены камеры. Я чувствовал, как трещали и ломались кости. Находясь в полусознании, я умолял о милости, но эти существа не имели никакой пощады и милости. В Библии сказано, что милость исходит свыше. В аду нет милости, и демоны, естественно, ее также не имеют. Вы взывали о милости. Существует ли какой-то разум, какой-то IQ у этих животных или у этих существ? Каким-то образом вы понимали друг друга, или это абсолютно как животное и человек? Я слышал, как они говорили между собой. Это была ругань в адрес Бога, и они ненавидели Бога и человека. Я понимал, о чем они говорили, хотя не знал, на каком языке, но мог понимать. Все, с чем были наполнены демоны, это ненависть и издевательство. Они не имели никакого IQ, кроме того, чтобы доставлять мучения людям. Я не понимал, почему их ненависть ко мне была на таком высоком уровне, до тех пор, пока на моем обратном пути из Ады я не спросил об этом у Бога. И он объяснил, потому что ты сотворен по моему подобию. Дьявол ненавидит Бога и его творение, человека. Ну, вероятно, это очень унизительно, иметь дело с такими существами, которые преобладают силой, но абсолютно отсутствует разум. Конечно, это унизительно. В этой жизни мы добиваемся успехов и совершенства. Человек — венец творения. В аду — наоборот. Эти низкие чудовища доминируют над человеком и делают с ним все, что хотят. Человек же ничего не может изменить. Он посрамлен и унижен. Об этом говорит и Библия, что любой человек, независимо, насколько он велик был в жизни на земле, если не примет Христа, будет посрамлен и унижен демонами в аду. После суда, когда ад и смерть будут брошены в озеро огненное, я думаю, что демоны будут не только издеваться над людьми, но и также сами будут мучимы. Все находившиеся в аду будут гореть в огне, но до суда люди, находящиеся там, находятся в распоряжении демонов. Билл, как выглядят люди в аду? Они действительно имеют какое-то покрытие своего тела, одежду. Что говорит Библия по этому поводу? Человек обнажен в аду. Это стыд или позор, который испытывает каждый, находящийся там. Библия также подтверждает это. Ад наг пред Богом и не может укрыться. Другими словами, Бог смотрит на ад и видит все. Но также и физический человек обнажен, потому что в аду на человека накладывается еще одно бремя. Бремя стыда. Наряду с этими пытками я был лишен возможности говорить с кем-либо. Я хотел узнать, где мы, что это за место, что с нами происходит, но я не мог. Я был лишен привилегии общения с другими людьми. Библия также говорит о молчании в аду, как об отсутствии возможности общения. Вы можете себе только представить жизнь без общения с людьми. Это невыносимо. Люди в аду лишены возможности говорить, и от этого терпят еще большее мучение. Как долго заняло это переживание вообще в отношении времени, земного времени, в измерении времени? Я думаю, что я покинул мое тело около трех часов утра, хотя точно не уверен в этом. Но я чувствовал, что это происходит именно в это время. Моя жена нашла меня в 3.23 утра в состоянии шока и истерики. Мне трудно сказать, что именно 23 минуты земного времени равны такому же времени в потустороннем мире. Но мне казалось, что прошло намного больше, чем 23 минуты. В том месте даже одна минута кажется бесконечно долгой. Земного времени прошло 23 минуты. Какой самый важный вывод вы сделали после этого переживания, через несколько дней, когда вы все это осмыслили? Я спросил Бога, почему ты направил меня в это место, ибо, будучи в аду, я не помнил о Боге или о том, что я был христианином. Бог удержал это знание от меня, чтобы я мог пережить, что чувствует обреченный на вечные мучения человек, не имеющий спасения и не знающий Бога. На моем обратном пути Бог мне все объяснил. Я спросил, почему я тебя не знал? Он сказал, если бы ты меня знал, ты бы имел надежду. Но я хотел, чтобы ты испытал состояние обреченности, которое люди будут испытывать в вечность. Это хуже, чем любые истязания или мучения. Хуже, чем жажда или голод. Хуже, чем отсутствие покоя или сна. Все эти мучения ужасны, но не могут сравниться с ужасом сознания обреченности на вечность, в аду. Если бы я помнил Бога, я бы надеялся, что Бог спасет меня отсюда. Тогда я бы не мог пережить этого страшного чувства. Я испытал, что я здесь навсегда, что это никогда не кончится, что я никогда не увижу жену, никогда не вернусь к ней. Это мучило меня невыносимо. Я не мог говорить с ней и даже сказать, где я нахожусь. Поэтому Бог допустил это. Билл, но неужели Бог настолько жесток? Неужели Бог действительно пройдет определенное количество лет, и Бог не жалится над этими людьми? Действительно, человеку тяжело понять, почему Бог может оставить людей на вечные мучения. Поэтому-то Бог и послал Сына Своего на смерть, ибо не хочет, чтобы кто-то попал в это ужасное место. Ад сотворен для дьявола и его ангелов, а не для человека. Потому Бог и предлагает человеку выбор, как написано в книге Иеремии. Вот, я предложил тебе жизнь или смерть. Благословение или проклятие, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое навек. Бог предлагает сделать выбор сейчас, потому что Христос уже заплатил цену и умер за наше спасение от ада. Если мы не примем жертвы Христа, мы не сможем войти в рай. Третьего места не существует. Только ад и рай. Больше идти некуда. И как это не тяжело признать, если мы не попадем в рай, мы идем вместе с дьяволом в ад. Но Бог ненавидит это место и не хочет, чтобы мы там оказались. Билл, такой важный, интересный вопрос. Мы читаем в Библии, что существует или будут существовать в будущем разная степень наград. Апостол Павел стремился к самой высшей награде, к почести, высшему званию во Христе Иисусе. Если существуют разные награды, разный уровень похвалы перед Богом, славы, признания, будет ли существовать разный уровень наказания в аду? Или само пребывание в этом месте уже всех уравняло и все будут одинаково наказаны? Множество мест Писания указывают на разную степень наказания или мучений в аду. Иисус говорил о большей мере наказания, говоря, «Содоме и Гаморе отраднее будет в день суда, нежели городу тому». То есть будет разная мера наказания. Также Библия говорит о рабе, который будет бит много. Следовательно, ряд мест Писания говорит о различных местах ада и степенях наказания. Все места в аду ужасны, невыносимы, но есть различные уровни наказания. Также и в раю будут меньшие и большие. Как в раю, так и в аду существуют разные степени награды и наказания. Хорошо, Билл. Чем вообще все это закончилось? Было ли какое-то объяснение со стороны Бога, почему Он допустил это? Вообще были ли выставлены определенные требования, чего Бог хочет теперь от вас в связи с этим переживанием? Когда я двигался вверх по туннелю, меня со всех сторон окружали демоны. Это были существа безобразных форм и различных размеров. Их тела были деформированы. Они были гигантского роста, человекоподобные, но большинство были похожи на ящеров. Они имели руки разной длины и большие ноги, то есть ступни и безобразно огромные зубы. Все они были уродливыми, форма пауков, червей или змей. Я не знал, какая сила поднимала меня вверх по туннелю, но позже я узнал, что это был Господь. Становилось все темнее и темнее, и вдруг меня озарил яркий свет. Без всяких объяснений я знал, что это Иисус. Я упал перед Ним, и в это мгновение ко мне вернулось сознание, и я вспомнил, что я христианин. Все, чего мне хотелось в эту минуту, это пасть на колени и бесконечно славить Бога. Я был беспредельно благодарен за то, что знал Его личное, за то, что Он спас меня от ужасного ада, и я больше не должен там находиться. Я спросил Его, зачем ты низвел меня в ад? Он сказал, многие люди не верят, что ад реален, и даже многие мои дети не верят в существование этого места. Я был шокирован. Я думал, что каждый христианин знает и должен верить в существование ада. Я не знаю, каким образом, но я испытал силу, которую имеет Бог. Выйдя из туннеля, мы поднялись над землей и посмотрели вниз. Он позволил мне увидеть свою бесконечную славу и видеть вращающуюся землю, которая висела совершенно ни на чем, о чем также говорит Библия. Бог, Ты все могучий и все ведущий. Я осознал, как мудро Бог правит над всей вселенной. Нет совершенно ничего, о чем бы Он не знал, даже количество волос на голове человека. Более всего, меня удивляло сочетание бесконечной силы и любви в одной личности. Он сказал, что Он грядет очень скоро. И несколько слов скажите вообще, как Вы возвратились в тело, что Вы обнаружили в своей комнате, какой была реакция Вашей жены на все это вообще, как Вы пришли в себя? Когда я возвратился, я увидел мое тело на полу. Я не знаю, как я оказался на полу, так как я ложился спать на кровать. Было необычно видеть себя со стороны. Первая мысль, что это не я на полу, я здесь, а не там. Я понял, как коротка и недолговечна наша жизнь на земле, как пар, являющийся на малое время. Дух же мой вечен. Также я не знал, каким образом соединиться с этим телом. Я вошел в тело через рот или нос, какая-то сила втянула меня вовнутрь тела. После этого присутствие Бога исчезло. Он ушел, и ко мне сразу же возвратился ужас и страх ада. Библия говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Я не боялся ничего в его присутствии. Когда же он покинул мою комнату, воспоминания об аде снова ожили в моей памяти. Физически человек не может выдержать такой страх. Такое чувство, что я умираю, через 20 минут я даже не мог понять, где нахожусь. Все, о чем я просил мою жену, молись обо мне. Я был в аду. Проси Бога забрать страх из моей памяти. Моя жена может засвидетельствовать об этом. Люди спрашивают меня, как я могу быть уверен, что это был не сон. Ну, сон не может оставить человека в подобном шоке. По природе я человек спокойный и уравновешенный. Для меня проявлять такие эмоции неестественно. Билл, спасибо огромное за то, что вы были вместе с нами. Я очень благодарен вам. Я верю, что это свидетельство оставит неизгладимый след в жизни многих людей, особенно молодых людей. Спасибо большое. Спасибо большое. Это приятное. Аннет, мы только что говорили с вашим мужем, Биллом. И он рассказывал об этом ужасном переживании, которое он имел в своей жизни. Вы можете со своей стороны сказать несколько слов, что вы помните, как это произошло, сколько было времени, как выглядел ваш муж? Немножко опишите эту ситуацию. Я крепко спала после молитвенного служения. Меня пробудил крик моего мужа, исходивший из гостиной. Часы показывали 3.23 утра. Я мгновенно вскочила и, вбежав в другую комнату, обнаружила его в полном шоковом состоянии. Обеими руками он сжимал свою голову, то поднимая, то опуская между колен. По природе Билл очень спокойный человек, потому я была сильно напугана его состоянием. Первая мысль, что у него сердечный приступ, и он умирает. Это было очень, очень страшно. Через несколько моментов, когда он осознал, что я была рядом с ним, он закричал, «Господь водил меня в ад, молись!» Я не знала, что мне делать, и стала молиться за Него, чтобы Он пришел в себя. Вы вызвали скорую помощь? Да, я собиралась, но он ясно кричал, «Господь водил меня в ад, молись обо мне!» У меня не было никаких сомнений в том, что он говорил, поскольку он мой муж, и я знаю его как человека чести и слова, тем более в таком состоянии. Потому все, что я могла делать, это молиться. И как долго это взяло, чтобы он немножко успокоился, пришел в себя, то есть вы молились за Него? Прошло приблизительно около 20 минут, пока он немного успокоился и начал говорить со мной. Но только по истечении часа он мог владеть собой и рассказал о происшедшем. Как это вообще повлияло на вас? Первой реакцией было потрясение. Я никогда не задумывалась об Аде, никогда не изучала этот вопрос. Я знала и верила, что Адриален, но не осознавала, насколько Ариален на самом деле. Все происшедшее с моим мужем серьезно заставило меня задуматься о всех членах моей семьи, которые не знают Господа, но так нуждаются в этом. Друзья мои, это действительно серьезно, это действительно ответственно, это действительно страшно. Когда Иисус Христос говорил к людям, стараясь их предостеречь от этого страшного места, Он говорил, лучше отсеки себе руку, лучше вырвать глаз, который тебя соблазняет, который тебя прельщает, лишь бы все твое тело не было ввержено в гиену. Иисус Христос не шутил. Это не выдумки, это даже не аллегории. Это реальность. Это место действительно страшно. Это место действительно реально. И если мы сегодня стараемся как-то убедить вас, уверовать в Иисуса Христа и спастись, то сколько больше Бог постарался и приложил усилий, чтобы спасти тебя и меня. Он отдал Своего Сына на крест. И мы сегодня слышали об ужасах ада, но не меньший ужас пережил Христос на кресте. Его тело было разрываемо, растерзано, оно кровоточило, и Он умер, чтобы мы не оказались в этом страшном месте. Поэтому прими акт смерти Иисуса Христа как заместительную жертву за твои грехи, чтобы тебе не оказаться в этом ужасном месте. Будь спасен во имя Иисуса Христа, и мы встретимся с тобой в Царстве Божьем. Благослови тебя Бог. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok